Всем привет! Сегодня третий день нашего путешествия по Швеции. Погода пасмурная, накрапывает дождик, но сегодня у нас несколько точек, которые мы хотим посетить. Первое это бассейн, второе водонапорная башня и третье это старинный замок Орел. Продолжение следует... А сейчас нам предстоит экскурсия по великолепному старинному замку Оребро. Я вам его сейчас покажу. Этот замок был основан в 13 веке на одном из островов центральной части будущего города. Как и все замки прошлого, Оребургский также строился с оборонительной целью. Река Свартон, на которой расположен замок, была стратегическим объектом при захвате торговых путей. Поэтому этот замок выдержал 9 осад во время междоусобных войн в течение 200 лет. На протяжении 17 и 18 веков это мощное сооружение служило тюрьмой, где содержались опасные преступники, датские и русские военнопленные, а также обвиненные в колдовстве женщины. С 1935 года замок Оребро охраняется как национальный памятник. Сегодня этот замок один из наиболее популярных в Швеции замков. Он включен в экскурсионную программу турагентств Швеции. Рядом с замком протекает река. На этой реке стоят очень интересные экспозиции. Вот, например, мы тут думали, гадали с детьми, что же это может быть, и предположили, что может быть это щупальца осьминога. Какие будут у вас варианты? А вот кисточка, которая торчит из воды. Оригинальная, не правда ли? А для нас начинается цепи все позам. И я буду руководить вам в 30 минуты. Они также добавили весь универсальный памятник. И они добавили один пункт, который в существующем, который был 3-х, теперь они не были. И они добавили еще один пункт. И здесь тоже было много стены. И это очень много времени. И это было сделано в старом 1600-х. Мы поднимаемся под рядовой лестнице в одной из ваших замков. Как и во всех уважающих себя замках, здесь тоже есть свой призрак. Местные жители рассказывают о фигуре женщины в белом, якобы жены одного из рыцарей Средневековья. Она появляется то в одном, то в другом крыле здания и бесшумно движется в сторону туриста, оторвавшегося от группы. Так как я снимала видео для влога, то последним туристом всегда оказывалась именно я. Но я была занята и увлечена, поэтому призрака не заметила. Может быть, вы заметите его на видео? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Какая нестандартная расцветка асфальта улицы. Такой оранжевый цвет, который затем постепенно переходит ярко-розовый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы провели Швецию чудесных в сумме 5-4 дня. Мы провели Швецию чудесных 4 дня и теперь вернулись в Талин.